Всем большой приветик! С вами Алиса и Высокий Прибой, серия четвертая. Новые знакомства и новые проблемы. Играть. Глава четвертая. Спасение. Смотри, видишь, вода цвет поменяла? Где? Зои показала рукой примерно на 10 часов. Там, среди волн, виднелась полоса спокойной воды более глубокого оттенка. И эта полоса удлинялась и расширялась с каждой волной. Обратное течение. Зои что-то говорила про это. Что нам с этим делать? Предупредить всех на пляже и следить, чтобы никто не утонул. Ставь запрещающий флаг. Ким увидела, что Зои начинает нервничать и решила с ней не спорить. Пока девушка возилась с узлами каната, Зои взяла в руки рупор. Обратное течение. Всем выйти из воды. Повторяю, выйти из воды. Отдыхающие не особо обратили на это внимание. Безмятежные коровы. Флаг на месте. Ага. Зои выглядела рассеянной, но в то же время напряженной. Она пристально всматривалась в волны. Ким тоже посмотрела на воду. Среди волн было сложно что-то рассмотреть. Яркое солнце бликовало на поверхности воды. Мне кажется, или там что-то есть. Девушка внимательно смотрела в одну точку. Показалось, что ли? Продолжить смотреть. Лучше перестраховаться. Ким прищурилась и сделала козырек из руки. Это помогло. Ярдах в восьмидесяти от берега в полосе обратного течения торчала из воды чья-то рука. Зои, смотри! О, черт! Хватай, буй и беги, я вызову подмогу! Ким побежала. Она вошла в полосу прибоя, как нож в масло. Только бы успеть! Ким спешно натянула ласты и поплыла. Поначалу волны мешали, но с какого-то момента вода стала помогать. Ого, как быстро меня уносят от берега! Голова утопающего стремительно приближалась. Уже можно было рассмотреть, что это девушка. И она еле держала голову на поверхности. Держись! Не могу! О, это красотка из бара! Ким сделала пару мощных грибков и оказалась совсем рядом с ней. Хватайся, забуй! Ногу свело! Все равно хватайся! Сейчас мы выплывем обратно и все будет хорошо! Говорю же, я не могу плыть! Тогда просто держись, я тебя вытащу! Теперь течение, которое помогло быстро доплыть к утопающей, стало серьезно мешать вернуться на берег. Их все дальше и дальше уносило в открытую воду. Что же делать? Плыть вдоль берега? Ким осмотрелась и заметила, что в ярдах десяти слева волны двигались к берегу и вода была темнее. Похоже, там аномалия кончается. Нужно выбраться из воды, пока усталость не взяла свое. Если мы туда доплывем, то на берег нас вынесет волнами. Она поплыла вдоль берега, это было непросто, девушек все равно сносила в сторону открытой воды, но все же они продвигались. Это определенно было лучше, чем пытаться плыть против течения. Ким уже была отчаялась, когда заметила, что они выбрались на нормальную воду. Молодцы! Еще чуть-чуть. Спустя пятнадцать минут девушки оказались на берегу. Ким дрожала от усталости и холода. Ее сознание с трудом зафиксировало прибытие Зои с полотенцами, водой и аптечкой. Эй! Я ужасно за тебя волновалась, но ты отлично справилась. Зои с улыбкой протянула ей полотенце. Вытрить станет легче. Столько времени в воде, это не шутки. Ким кивнула и взяла полотенце и закуталась в него. Затем она обессиленно опустилась на горячий песок. Его тепло почти обжигало, но это было даже приятно после сражения с течением. Совсем рядом с ней сидела спасенная девушка. На, выпей воды. Как твоя нога, уже лучше? Да, судорога прошла. Хорошо. Ким, я свяжусь с остальными, расскажу, что все нормально. Отдохни и подходи на вышку. Зои ушла, и ее место заполнила неловкая тишина. Шум волн и голоса отдыхающих ушли на второй план. Остались лишь две девушки, сидящие рядом. Спасенная девушка поерзала и слегка повернулась. Ким почувствовала ее пристальный взгляд на своем лице. Точно. Что? Я тебя вспомнила. Ты та милашка из клуба. Засмотрелась на твое платье и проглядела твое милое личико. Угостить тебя выпивкой? Спасибо, я тут не за этим. Как ответить? Хм-хм, да чего вежливо. Мне не нравится, когда меня так называют. Извини, но мы не представились друг к другу. Я Кайла. Она обезоруживающе улыбнулась. Я Ким. Ким. Красивое имя. И очень подходит красивой девушке. Ву, она что, клеит меня? Хах, не смотри на меня так. Неужели это все, на что ты способна? О, я способна на многое. Ужас. В любом случае, спасибо тебе. За что? За спасение, конечно. Если хочешь со мной пересечься. Кайла протянула руку и быстро написала на песке номер. С меня выпивка отпразднуем мой новый день рождения. На девушек упала тень. Ким подняла взгляд и увидела мощную фигуру серфера. Казалось, что он обладает собственным тяготением, как Луна или Марс. Рядом с ним стояли еще несколько человек. Как я могла не заметить такую махину раньше? Серфер внимательно посмотрел на Кайлу. Затем перевел взгляд на девушку. О, новая спасательница. Наслышан. Твоя слава бежит впереди тебя. Интересно, а кто ему про меня рассказал? Угарь, где твоя доска? Угарь? Кайла насупилась и кивнула головой в сторону океана. Хм. Алик, все в порядке. Угу, как скажешь. Какая-то доска по счету. В сопровождающей группе послышались смешки. О, вот только не надо меня отчитывать. Интересны у них отношения. Нужно заступиться за Кайлу. Доска – это ерунда. Разве не важнее, что у Кайла не пострадала? Важнее. Я видел, как ты ее спасала. Очень храбро с твоей стороны. Тогда почему ты не помог? Отношения с Кайлой улучшились. Но это не отменяет того факта, что кое-кто опять будет без своей доски. Чего это ты меня стыдишь, как пятилетку? Из группы заулюлюкали. Да ну вас. Она резко поднялась, чуть пошатнулась, но выровнялась и злобно пошла к выходу из пляжа. Сёрферы ушли, и Ким вернулась на вышку. О, ты вовремя. Переоделась. Я как раз связалась со всеми. Там у Калиба что-то случилось, говорит обморок и судороги у отдыхающего. Знакомые симптомы. Зои, хотела поехать помочь. Присмотришь за пляжем? Зои. А давай я сама съезжу. Тут же недалеко, да? Да, это следующая вышка. Тут всего-то ярдов 600. Только ты уверена? Я уверена, что точно не хочу оставаться на вышке сама. К тому же будет лучше узнать подробности самостоятельно. Ким сгромоздилась на квадроцикл и с трудом вставила ключ в замок зажигания. Руки ещё дрожат. Через минуту она уже была на месте. Калиб рассеянно смотрел вслед уезжающей машине скорой помощи. Калиб! О, это ты. Привет. Оно такое несчастье, как он может быть вообще спасателем. Странная реакция. Что спросить? Что тут произошло? Я думал, ты в курсе, раз приехала сюда. Лучше услышать из первых рук. Ну, пляжнику стало плохо. Дезориентация, судороги, потеря сознания. Очень знакомо. Хорошо, хоть зеваки скорую вызвали сразу. А у него губы не синели случайно? Ну, я бы сказал, что это был оттенок индиго. Какие познания? Слишком похоже на действия препарата. Надо будет связаться с Майклом, узнать при результате анализа. Ты извини, что я так невежливо тебя встретил. Я просто ждал Зои. И покраснел. О, неужели кто-то влюблён? Ты хотел позвать её на свидание? Калеб покраснел ещё сильнее. Мне кажется, ты не с той стороны заходишь. Возможно, и только я собирался попасть с ней на одну вышку, как появилась ты. А я так долго уламывал Джейка. Слушай, помочь тебе завоевать Зои? Мы сегодня добренькие. Он удивлённо уставился на девушку. Повисла неловкая пауза. Дело, конечно, твоё, но раз уж так сложилось, что я с Зоей состою на одной вышке, я могу разведать нужную тебе информацию. Дежурства бывают такими скучными. А какая тебе от этого выгода? Эй, считай это благодарностью за крем от солнца. К тому же я чувствую, что Хлоя не рада моему появлению. Я не люблю работать в напряжённой обстановке. Если бы ты помог мне наладить с ней контакт, я помогу тебе, ты поможешь мне. Хм, разумно. Ваш выбор скажется в будущем. Интересненько. Калеб торжественно протянул девушке руку и улыбнулся. Меня устраивает твоё предложение. Девушка вернулась на свою вышку, рассказала Зое подробности об отдыхающем и продолжила сканировать взглядом пляж. День начал клониться к закату. О чём задумалась? Устала просто. Тяжёлый день. Не расслабляйся, нам ещё два часа тут стоять. Ким зашла в квартиру Шелли и устала прислонилась к двери. О, ты вернулась? Да, и я умру, если сейчас не приму душ. Не надо, ванная свободна. Девушка с наслаждением вымылась и уже вытирала голову, как в двери постучала Шелли. Тебе кто-то звонит. Какой-то неизвестный номер. Неужели, Майкл? Ух ты, приоделась ты сразу ким, как у-ху-ху. Она открыла дверь и взяла трубку. Привет, надо встретиться. Это Джейк. Зачем? Это не телефонный разговор. Так вот, ким интуитивно решила сразу приодеться. Жду тебя возле штаба через двадцать минут. Я приду. Она повесила трубку. Её голова гудела от вопросов, как потревоженный улей. Кто это был? Это по работе. Опять? Ничего, я быстро вернусь. Это точно ненадолго. Стой, ты что, в таком виде пойдёшь? А что не так? Даже не знаю, с чего начать. Давай хотя бы накрашу тебя. Пусть это и просто встреча. Немного презентабельности не помешает. Ты права. Акцент на глаза. Ух ты, какая. Очень красиво. Ну, нет. Слишком, слишком пёстро. Ньют. Нет, давайте вот этот... Акцент очень красиво. Чувствую уверенность в своих силах. Ким быстро дошла на место встречи. Конечно, спасатель уже был там. Джейк поднял глаза, слегка недоумённо моргнул и всмотрелся в её лицо. Так, вот что тебя задержало. Весьма неплохо. Тебе идёт. Вот как оказывается, теперь надо делать комплименты девушкам, да? А теперь идём. Куда идём? И главное, зачем? Джейк торжественно поднял палец вверх. Есть мороженое. Мороженое? Удивил. Ну да, а что тебя удивляет? Это... Хм... Здорово. Я так давно не ела мороженое. Значит, тебе точно понравится. Откуда ты знаешь? Ну, ты же сладкая девочка. Ничего себе. А чё там такой прям вежливый? Так, это свидание. Ха, не зря ты намарафетилась. Джейк с трудом держал серьёзное лицо, но улыбка всё-таки прорвалась наружу. Симпатяшка. Опа, похоже, я перегрелась на солнце. Мороженое это, конечно, хорошо, но не терять же время зря. Послушай, Джейк. Как ты помнишь из нашего вчерашнего разговора, мне нужна твоя помощь. Ты так и не сказала конкретно, а какая помощь тебе нужна. Помнишь того парня на пляже, когда мы впервые встретились? Да. И сегодня возле вышки Калиба был похожий случай по симптомам. К чему ты ведёшь? Я подозреваю, что в обоих случаях причиной было отравление наркотиком. Мне нужно узнать, где источник проблемы. Тебе что-то об этом известно? Сходу не вспомню, дай мне чуть времени, нужно подумать. К тому же мы пришли. Они подошли ближе. Стало видно, что грозовичок закрыт, а внутри никого нет. Стив в своём репертуаре. Кто такой Стив? Спасатель достал телефон и отошёл чуть в сторону. Стив, привет. Ты где пропал сегодня? Ага. Хм, окей. Запасной ключ там же, где и раньше? Конечно, я оставлю деньги в кассе. Хе-хе. Джейк закончил звонок, подошёл к грозовичку и засунул руку под сложенный козырёк от солнца. Интригующе. Спасатель достал ключ, открыл грозовичок и склонился над прилавком. Стив в своём репертуаре. Половина лотков пустые. Джейк скрылся внизу стойки и чем-то зашелестел. Джейк! Хм, что ты там делаешь? Заполняю контейнеры стоппингами. Стив никогда не делает это перед уходом. Только вот не могу найти мармеладки. А, вот они. Он вынырнул из прилавка с огромным пакетом разноцветных мармеладных конфет и высыпал их в контейнер. О, как давно я их не пробовала. Ну что, я могу сделать заказ? Ни в чём себе не отказывай. Я хочу с мармеладом сверху, а с новой будет. Хм, хм. Пломбир, ягодный щербет, тройной шоколад. Давайте пломбир. Джейк ловко зачерпнул шарик мороженого для девушки и артистично посыпал его сверху мармеладками. Держи. Девушка осторожно взяла рожок и лизнула мороженое. Вкусно. Только мармеладки какие-то странные по текстуре. Не волнуйся, у Стива проверенные поставщики. Только из местных. Он из тех людей, которые презирают бренды. Он положил деньги в кассу, закрыл грузовик и положил ключ на место. Я все недоумеваю, почему Джейк вдруг такой стал внимательный и приятный. Куда теперь? Мне скоро надо на смену. Подожди хотя бы, пока я доем. А то это вообще не похоже на угощение будет. Конечно, я подожду. В конце концов, это же было мое предложение. Так что ешь спокойно. Ким задумчиво доедала рожок, когда ощутила на себе пристальный взгляд Джейка. Что-то не так? Он покачал головой, достал из кармана салфетку и абсолютно обыденно вытер девушке лицо. Что ты делаешь? Ты запачкалась. Хорошо, что я ему не врезала случайно. Не делай так больше. Девушка внезапно заметила, каким отчетливым стало все вокруг. Казалось, что каждая пылинка в воздухе преисполнена смысла. Ух ты, какое все красивое. Джейк? Что? У тебя такие длинные ресницы? А, видимо, мармеладки были непросты. Смотри, как они извиваются. Ха-ха! Ким ощутила волну жара, которая поднималась от живота и выше, а затем резко сменилась холодом. Ее голова закружилась, а поле зрения стало стремительно сужаться. Мир закачался и начал куда-то проваливаться. Ким, ты там в порядке? Эй! Скорая мчалась по улицам. Кто-то держит меня за руку. Мутит. Джейк, не оставляй меня. Ким с трудом рассмотрела взволнованное лицо Джейка. Оно двоилось, троилось и расслаивалось. Все в порядке, все будет хорошо. Это не похоже на в порядке. Джейк волнуется о вас. Девушка провалилась в темноту. Эй! Эй-эй-эй! Здесь есть кто-нибудь? Нибудь-нибудь! Как страшно! Давайте уже быстрее показывайте. Ха! Ой, какая страшненькая! Она лежала на чем-то твердом, в тускло-свещенной комнате. Что-то тихо пикало и капало. Размеренно тикали часы. Я что, в больнице? Ай! Острая боль пронзила ее руку. Ким попыталась дернуть ей, но что-то помешало это сделать. Повернуть голову тоже не удалось. Просто не хватило сил. Катастрофическим усилием воли девушка скосила глаза. Рядом с койкой на стуле полусидел Джейк. Большая часть его тела все-таки была на койке рядом с его крепкой сжатой ладонью, в которой прятались пальцы девушки. И конец на такой ноте. Блин, вот сиди теперь и переживай за Ким. Ух ты, ну, видимо, отношения у них с Джейком все-таки развиваются, как интересно. Ну что, друзья, я вам напоминаю, что все пройденные серии вы найдете в плейлисте в описании под этим видео. И спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok